В студии Евгения Неронская. Я расскажу вам о погоде на завтра. На Дальнем Востоке показатели скромные. Северным районам катастрофически не хватает тепла. На востоке Якутии, в Магаданской области, на Чукотке местами температура отстает от нормы градусов на 8. Причем холод сопровождается дождями, а в предгорьях местами может пройти мокрый снег. Ливни с грозами гремят в Бурятии, в Забайкалье. Они не дают воздуху прогреться выше 15-20 градусов. Потеплеет теперь здесь не раньше в воскресенье. Сахалин и Курилы накрыл другой циклон, но план действия этого вихря в точности такой же в южно-сахалинские ливни и не выше 16 градусов. А вот на юге материка обойдется без сюрпризов. Там солнечно и тепло, и такая же летняя идиллия по всему югу Сибири. От Новосибирска до Иркутска тянется гребень антициклона и днем 25-30 градусов, на Алтай до 33. Но чем дальше на запад, тем выше вероятность грозовых дождей. Здесь погода пока под контролем циклона. В полной мере его ненастный нрав скажется на Урале. Циклоны не оставляют без внимания и европейскую территорию. Очередной вихрь приближается к Черноземью. В Брянской, Курской областях дожди хлынут только к вечеру, а днем пока без осадков и 25-28 градусов. В центре на Средней Волге дождливом и совсем не жарко. С нетерпением ждем возвращения полноценного лета. Но пока только 20-25 градусов и затяжные дожди. Та же серая картина и по всему северо-западу. В Псковской, Новгородской областях и в Карелии едва выше 20. Но вот на берегах Балтики небо прояснилось. В Калининграде солнечно, но прохладно днем плюс 23. А на берегах Черного моря курортный сезон в разгаре. Воздух в субботу прогреется до 30-35 градусов. Температура морской воды под стать в районе Сочи 27-28 градусов. В столицах завтра облачно, временами небольшие дожди. В Петербурге днем максимум до плюс 22, а в Москве плюс 23-25.